Экстренный обзор оружейных мемов. Как дела мои ненаглядные мамкины ютуберы? И какой же сейчас плохой день для того, чтобы работать в пиар-отделе компании Liberty Safe? Серьезно, не просто плохой день, а плохая неделя, плохой месяц, их дела плохи. Если вы живете в бункере, расскажу вам предысторию всего этого. Когда покупатель выбирает себе сейф, я думаю, это логичное требование, к примеру, если вы выбираете себе сейф и тратите на это от двух до трех тысяч долларов, вы хотите быть уверенным, что те, кому вы не доверяете, не получат доступ к этому сейфу, и тем более к его содержимому. В этом вся суть владения сейфом. А знаете, кому я доверяю меньше всего на планете? Правильно, федеральному правительству. Но это именно те, кому Liberty Safe недавно вручила ключи. На прошлой неделе кое-кто подвергся обыску со стороны ФБР. У них был ордер на обыск его дома и его оружейного сейфа, но ФБР в их безграничной мудрости не смогли вскрыть этот сейф. Большая победа, так? И сотрудники ФБР позвонили производителю сейфа, Liberty Safe. И теперь вопрос на засыпку. Что, по-вашему, сделали Liberty Safe? Вариант А. Сказали им пойти нахер. Б. Сказали возвращайтесь с судебным постановлением. И третий вариант. Я упрощу вам задачу, они просто отдали им ключи. Все так, федералы вежливо попросили, и Liberty Safe просто отдали им мастер-код. Liberty Safe. Защищаем ваше оружие от всех на свете, кроме правительства. Само собой, мы еще не обсудили самый важный момент этой истории. Почему вообще у ФБР был этот ордер на обыск? Почему мы яростно схватили за задницу Liberty Safe, если в этой ситуации, возможно, они помогали поймать убийцу, ну или какого-нибудь насильника? Ну или даже хуже, велосипедиста. Какая гадость. Я имею в виду, мы даже не знаем, почему ФБР преследовала этого парня. Должна же быть причина, почему они приехали на восьми автомобилях без опознавательных знаков к его дому, чтобы проводить обыск, так? Как выяснилось, его преступление было в том, что он был там 6 января. Чего, блядь? Когда я говорю, что он был там 6 января, я не имею в виду, что он нападал на людей или портил чью-то собственность. Он буквально просто был там. Вне зависимости от вашего мнения насчет 6 января, вы должны признать, это довольно вопиюще. Но обычно на этом бы все и закончилось. Федералам бы все это сошло с рук, а все мы об этом ничего бы и не узнали. Но в этот раз все было по-другому, так как опубликовали твит. И затем пошли мемы. Либерти, думающие, что они могут отдать федералам ключ от сейфа клиента, и никто об этом не узнает. Все, оружейное сообщество, прозвавшее их подхалимами. Уберите слово свободы из вашего сраного названия. Либерти сейф. Тирания. Почтовый ящик с замочком. Скандал разросся довольно быстро. Я проснулся и увидел все этим утром, когда записываю ролик. И я знал. Я точно знал. Все факты в моей голове сошлись воедино. И я подумал, что все станет намного хуже. Но не волнуйтесь, так как у Либерти сейф появилась идея. А давайте-ка сделаем публичное заявление. 30 августа в компанию Либерти сейф обратилась в ФБР, запрашивая код доступа к сейфу клиента, по отношению к которому у них был ордер на обыск. По нашему протоколу мы предоставляем служителям закона коды доступа к сейфам, если ордер позволяет им получить доступ. После получения запроса мы удостоверились в валидности ордера и только потом предоставили код доступа. Либерти сейф придерживается политики защиты частной собственности клиентов и их прав, гарантированных второй поправкой, и постоянно отказывает в запросах кодов доступа без ордера. Мы не предоставляем коды доступа служителям закона без должным образом оформленных документов. В первую очередь, Либерти сейф стремится отстаивать права своих клиентов, и мы непоколебимы в сохранении этих ценностей. Блин, нажмите икс, чтобы усомниться. Как вы могли догадаться, это намного, намного усложнило ситуацию. Мы просто выполняем требования правоохранительных органов. Компания Либерти сейф готовится сделать заявление о ситуации вокруг ФБР, открывают шкафчик с оправданиями. Если вы думаете, что заявление Либерти сейф звучит довольно разумно, ну, во-первых, поздравляю с попыткой хотя бы допустить возможность их правоты. Но позвольте мне напомнить вам кое-что. Да, у ФБР на самом деле был ордер на обыск. Но этот ордер распространяется только на ФБР и того человека, что владеет домом. Он не имеет никакого отношения к Либерти сейфу. Либерти сейф даже не были вызваны в суд. Им просто позвонили. Без повестки в суд у них была просто нулевая необходимость по закону передавать код доступа к этому сейфу. Они просто сделали это. Если бы они получили повестку в суд от ФБР с требованием передать им код доступа в соответствии с законом, тогда хотя бы можно было понять их действия, но все было совсем не так. А было так, что они полностью отвернулись от своего покупателя и подчинились федералам против своего клиента при полном отсутствии для них законных оснований так делать. Простыми словами, Либерти сейф с***лись. Они разрезали ему бургер пополам и дали дополнительный соус. Теперь эта фигер расскажет им о всех преступлениях, которые кто-то совершал при нем за всю его жизнь. Это просто отличный мем. Если вы думаете, что это плохо, не волнуйтесь. Последствия будут намного хуже. Но перед этим я уже уверен, что вы поняли, почему все это так серьезно. Сейф должен быть вершиной безопасности во всем вашем доме. Это то место, где вы храните ваше оружие. Само собой, это оружейный сейф, но не только. Там вы можете хранить ценные документы, свидетельства о рождении, какие-то фото, которые незаменимы. Горжусь, что в нашей стране есть люди, способные создавать электронику на уровне топовых западных брендов и с адекватным ценником. Тюменский Илон Маск и его наушники CGPods от компании Case Guru уже 4 года в лобовую конкурируют с яблоками и опережают AirPods по динамике роста пользовательского интереса. Функции не придумка маркетологов, а железобетонный факт. У CGPods самый большой в мире динамик – 10 мм. Антропометрически выверенная форма. Наушники не жмут, не давят и не выпадают, в отличие от яблочных. CGPods Allure – новинка в пяти цветах. Микрофон с шумоподавлением отсекает внешний шум. CGPods X – самым прочным кейсом в мире. Держит нагрузку в 220 кг, плюс наушники обладают влагозащитой. CGPods Air Pro – микрофон такой же, как у яблочек, с кристальным объемным звуком. CGPods стоят в четыре раза дешевле яблочек. Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании. Там тебя ждет промокод «Давай2319» на скидку 200 рублей. Все это имело интересные последствия, которые вы могли сразу не учесть. Мастер-код доступа производителя, который они передали, вероятно, работает на всех их сейфах, так? А это интересная мысль. Они что, передали ФБР мастер-кода от абсолютно всех сейфов, что они произвели? Квотерин поговорил с ними и написал в своем твиттере. В Liberty Safe подтвердили, что каждый сейф имеет мастер-код, и при смене пароля он не меняется. Да, с их стороны это было не очень красиво. По мере того, как новости разрастались, и мы получали все новые факты об этой ситуации, все оружейное сообщество... ...все больше и больше расстраивалось. Все оружейное сообщество взглянуло так на Liberty Safe. Для их департамента связи с общественностью это были жаркие времена. И те заявления, которые они публиковали в масс-медиа, только усугубляли ситуацию. Серьезно, сотрудники Liberty Safe сделали так, что директор по маркетингу Bud Light выглядел просто странным гением. Только так компания Liberty Safe сможет очистить свое имя и вернуть доверие своих клиентов. Да, это не первая отсылка к Дилану Малвене и Bud Light во всей этой истории. Вообще, я думаю, к этому все и идет. Слова о том, что Liberty Safe подвинуло Bud Light, кажутся мне... довольно мягкими. Liberty Safe на стрелковом шоу после того, как абсолютно все на свете узнали, что они стучат федералам. Если эта ситуация не разрешится моментально, насчет чего у меня есть смутные сомнения, я бы не хотел быть сотрудником Liberty Safe, в том числе и на стрелковом шоу. Вас могут трахнуть так же, как мы трахаем стенд ATF каждый год. Горячие сейфы для длинных стволов хотят, чтобы в них ввели бэкдор-коды из вашего района. Кстати, о бэкдор-кодах. Две вещи, у которых есть бэкдор-коды доступа. Если вы не в курсе этой ситуации, в программе Такера Карлсона недавно в гостях был один мужчина, который утверждал, что... курил крэк и... занимался сексом с Обамой. Что? Блядь, что? Что? Я даже не знаю, что добавить насчет этой новости. Правда ли все это? Давайте будем честными, возможно нет. Но это не остановит мемы, и пока они смешные. Все мы здесь для этого. Владельцы сейфов от Либерти, сидящие в наручниках в их оружейных комнатах, наблюдающие за тем, как вскрывают их... Подождите, тут имелось в виду сейфы. Наблюдающие за тем, как вскрывают их сейфы после одного звонка в Либерти. Нет, нет, Карл! Кто бы мог подумать, что компания с левыми взглядами, которая расположена в Кремниевой долине, поведет себя лучше в деле посылания федералов нахер в плане предоставления им информации о своих пользователях. Лучше, чем компания со словом «Свобода» в названии. Разумеется, я имею в виду Apple. И будем честными, сравнение здесь вполне очевидно. Просто дай мне код. Код да Винчи? Коричневый код? Или код в мешке? Типа назад-назад, вперёд-вперёд, АБ-АБ, влево-вправо, влево-вправо? Этот код? Так, братан, хватит пудрить мне мозги, просто дай мне этот сраный код. Пароль. Это вагина. Нам нужно внутрь, у нас есть ордер. Ха-ха, хорошо, я так люблю федералов. Чёрт, а эта сучка гораздо доступнее Apple. Да, они заслужили этот мем. Либерти сейф после того, как все узнали, что они заглотили этот ботинок настолько глубоко, что могут подтереть свою жопу шнурками. Ну да. Финансово я от этого уже не оправлюсь. И вы знаете, может это... Может это и хорошо. Знаете, как адвокат дьявола, есть немалая вероятность того, что это была просто грубая ошибка, которую вовремя не заметили владельцы этой компании. Может она не отражает их настоящую позицию. Всё это может быть просто грубой ошибкой, допущенной менеджерами среднего звена. И некоторые люди после этого, видимо, потеряют работу. Или, возможно, это полностью соответствует ценностям Либерти Сейф, что они лучше получат пару очков поймальчиков в глазах ФБР, чтобы получить куриные наггетсы, чем защищать своих клиентов. Лично я не знаю, какой из этих вариантов правильный. Но независимо от того, какой из них правильный, я думаю, что очень хорошо, что люди сейчас начали активно высказываться против этого. И что был создан прецедент, как бы пример недопустимого поведения, обозначены рамки, за пределами которых оружейная индустрия упрётся рогом и скажет, «Нет, пошли вы нахуй». Я не могу придумать более американские вещи, как найти кого-то, кто слишком заигрался с передачей гражданских прав правительству, и сказать ему, «Нет, так дело не пойдёт». Кроме всего этого, в одной вещи я точно уверен. Либерти Сейф придётся потратить просто кучу времени, чтобы заставить людей перестать спрашивать их, «Почему вы передали им код?» Справедливый вопрос. Либерти Сейф. Почему вы передали им код? Если вы хотите высказаться, я буду рад предоставить вам слово в комментариях. И вопрос к аудитории. По вашему мнению, мы слишком сильно прошлись по Либерти Сейф? Или вы думаете, что этого недостаточно, и всё это было заслуженно? Напишите мне об этом в комментариях, мне интересно узнать ваше мнение. Это довольно новое явление, и шумиха всё ещё не утряслась. И на этом мы заканчиваем экстренный обзор оружейных мемов. Вскоре я отправляюсь в первое путешествие в моей предвыборной кампании, в Вашингтон, в самое сердце болота, через пару дней. Там будет несколько встреч, и возможно даже совместный подкаст с Тимом Пулом. Если вы хотите узнать об этом больше, можете посмотреть мой второй канал, ссылка на который будет в описании. Мне очень нравятся происходящие в моей жизни, и я благодарю вас за поддержку. На сегодня у меня всё. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и как обычно, увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующем видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок